Добро пожаловать в Вестник по разработке игры Star Citizen. В этом видео мы поговорим об обновлении дорожной карты, а также о подарках за подписку. Всем привет, с вами Полиморфик. Усаживайтесь поудобней и мы начинаем. ЦИГи обновили дорожную карту. Из заметных изменений это полностью завершена работа над клиникой в Гримхексе и бомбардировщик от Баггер Кулес также завершен полностью. В трекер прогресса были добавлены новые функции. Предметы или корабли игроков будут привязаны к постоянным шардам. Шарды это наши сервера на 50 человек, то есть если игрок оставит какой-либо предмет или корабль в открытом космосе, то они будут привязаны к этому месту до тех пор, пока игрок их не заберет и поместит в свой инвентарь, либо перепаркует свой корабль. Эта функция позволит игрокам находить свои предметы, а также свои корабли оставленные на любом открытом пространстве. Этот функционал будет автоматически сохранять все брошенные предметы при выходе игрока из сервера и размещать их на новом сервере, где залогинился игрок. Теперь с этой функцией, доставляя свой груз в какую-либо точку, получить 30к не так уж и страшно, потому что ваш корабль вместе с грузом останутся на том же месте, на котором вы вылетели из игры, и впоследствии его можно будет забрать. Эта функция является частью полного постоянства. Работа над ней должна продлиться 5 недель и закончится уже в конце октября. То есть, может быть, мы увидим ее уже в патче 3.15. Также в прогресс-трекер добавлены улучшенные приземления искусственным интеллектом. Это позволит кораблям под управлением искусственного интеллекта приземляться и доставлять подкрепление в любой наземной точке и на любой поверхности. Работа над этой функцией должна закончиться в начале ноября. В середине ноября должна закончиться работа над искусственным интеллектом, который позволит NPC пользоваться лифтами и общественным транспортом. В начале декабря после 23-х недельной разработки мы должны увидеть улучшения в передвижении гражданских NPC. Будут добавлены различные улучшенные анимации, а также поведение NPC. Они должны стать менее жесткими и роботизированными. Их движения будут более естественными. В середине декабря должна закончиться работа над рюкзаком для сальважа от Грейкат. Это значит, что в скором времени мы должны увидеть механику ручного сальважа. Останется только дождаться инструмент для него. Скорее всего он будет представлен в виде мультитула. В середине октября должна закончиться работа над одеждой для персонала больницы в Лорвиле. Хотя сама больница в Лорвиле появится только в патче 3.17. Также в декабре будет готова одежда для персонала больницы на Левске. Хотя Левске сейчас находится в системе NYX. Означает ли это, что в скором времени вместе с Пайром мы увидим и систему NYX. Также уже готова одежда и экипировка для персонала Area 18. Больница же в зоне 18 на Аркорпе появится только в патче 3.16. В декабре закончится работа над хирургическим фартуком для медиков, которые находятся вне закона. Скорее всего это будет какой-нибудь грязный окровавленный фартук. Также в прогресс трекер добавлено обновление текстур голов ДНК. Мы их видим при создании персонажа. Будет улучшено качество их текстур Star Citizen и Squadron 42. В декабре закончится разработка нескольких вариантов брони для банды Испайра под названием Xenotred. Также в прогресс трекер был возвращен огнетушитель. Сюда относятся все задачи, необходимые для реализации функционирования огнетушителя в игре. Эта функция будет работать вместе с системой пожарной безопасности. В этом месяце за подписку циги будут дарить футболки, произведенные Бану. Они примечательны тем, что выглядят как китайские подделки, с множеством ошибок и неточностей. Например, на футболке Drake Atlas изображена утка с мечом, так как Drake с английского переводится селезень, а катлас переводится как сабля. Также мы видим, что слово танк написано через О, вместо тала написано Таллин и так далее. Данный набор футболок получат подписчики уровня Центурион. Подписчики уровня Император получат с этим набором и второй комплект из трех футболок. И он уже, на мой взгляд, более интересный. Третий набор, в котором есть футболка с селезнем, будет продаваться отдельно в магазине для подписчиков. Для того, чтобы получить эти наборы футболок, вам нужно успеть подписаться на уровень Центурион или Император до 12 октября. Ваши мысли по темам этого ролика, как всегда, оставляйте в комментариях под видео. Ставьте лайки для помощи в продвижении канала. Подписывайтесь и нажимайте колокольчик для того, чтобы не пропустить следующие выпуски. Счастливых полетов вам и до скорых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok